Алиса Новомирская в свои пять месяцев совершила уже довольно большое для своего возраста путешествие. МЧС Донецка эвакуировала ее до нейтральных территорий, где уже ждали специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Сейчас Алиса с мамой Ольгой в безопасности. Дома остался ее папа, который будет защищать свою родину. Мы приехали сюда 24 февраля. Там остались муж, родители, брат, мужа родители. Остались там, потому что не могут бросить свои дома и уехать. Обстановка у нас очень сейчас напряженная. Начали бомбить сильно. Даже в центр уже начали стрелять. Там, где я живу, разбомбили школу. Погибло два учителя. Пришлось выехать, потому что дети. За детей страшно. В первую очередь волнуюсь за их безопасность и за психику. Потому что мы это уже проходили в 2014 году со старшей дочерью. Мы сидели в подвалах. В этот раз муж позвонил, говорит, собирайся, будешь уезжать. Конечно, тяжело было оставать. Оставлять и его, и дом, и с двумя детьми. Тяжело, куда, что. Но мы ни разу не пожалели, что мы приехали, потому что здесь нас очень хорошо приняли. Здесь все предоставили для детей любых возрастов. Нам очень сильно помогают. Нам МЧС помогли и там, на границе, в ДНР. Здесь помогли нам МЧС Абхазии. Помогали и сумки. И все. И все нам здесь предоставили. Вообще огромное спасибо. Осмотреть место пребывания и условия, созданные для беженцев, в четверг утром в пансионат Айтар приехал лично глава государства Аслан Бжане в сопровождении главы президентской администрации Алхаса Квициния, вице-премьера Сергея Пустовалова и руководства столичной мэрии. Беженцы поблагодарили президента за столь гостеприимное отношение. А мы вам благодарны за то, что вы живы-здоровы, находитесь у нас здесь. Мы очень рады тому, что мы вместе. Хотя обстоятельства, которые вынудили, они носят, конечно же, характер тяжелый. Тем не менее, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Просил бы вас не стесняться. Мы очень хотим, чтобы дети запомнили надолго их нахождение здесь. Нам все нравится, все хорошо. Мы даже не думали, что может быть такой теплый прием с вашей стороны. Поэтому очень рады, что мы здесь. Потому что сердце болит, конечно, за наших, за мужей, за родителей. Очень переживаем. И надеемся, что скоро вернемся домой. На все воле Божьей все будет хорошо. Не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Молитесь, просите Бога и все у нас будет с вами хорошо. Будьте здоровы, не болейте. Часть приехавших из ЛНР и ДНР детей начального школьного возраста занимаются на территории пансионата. В этих целях столичное управление образования выделила педагога. Как дела, ребята? Как самочувствие? Как настроение? Хорошо. Молодцы. Молодцы. Вам нравится здесь? Да, очень. Следом посетили столовую. Президент поинтересовался, чем кормят гостей и призвал персонал организовать скорейшее ознакомление проживающих с меню абхазской кухни. Это каша, это молочная. Также общаемся с родителями, что нужно для детей, что они приучены делать это пюре картофельное, это суп-пюре. Ну, то есть по назначению детей. Понятно. Потихонечку можете приобщать к абхазской кухне тоже, старшую возрастную группу. Хорошо. Ну, если захотят, конечно. Наша страна слишком хорошо знает, что такое война, и мы не могли остаться в стороне, подытожил свой визит в интервью СМИ Аслан Бжания. Я не могу сказать, что война не может быть, что война не может быть, что война не может быть. 13 детей уже ходят на занятия в Сухумскую среднюю школу номер 6. Образовательный процесс для гостей из ДНР и ЛНР стараются организовать в соответствии с требуемыми стандартами. Юлия Шайфуддинова также приехала из Донецка. Она тут с кумой. На двоих с ними пятеро детей. Говорят, что даже не ожидали такого теплого приема. Но домой все равно сильно хочется. Да и сердце не на месте, когда на родине война. А в Абхазию? В Абхазию они обязательно хотят приехать еще не раз, но только лишь для того, чтобы отдыхать. Ситуация уже была критичная. Мы переживали за своих детей. Мы просто решили на время покинуть территорию ДНР. Кого оставили до конец? Сестра, родители. Здесь очень доброжелательный народ, честно, мы не ожидали такого. Мы очень благодарны республике Абхазия. Очень гостеприимные люди, которые просто на улице мы проходим, они нас обнимают, целуют, у них всех слезы на глазах. И, наверное, только здесь люди поймут, которые когда-то это пережили. Очень здесь хорошо, спасибо большое. Проживают беженцы в стандартных гостиничных номерах. У них в наличии ванная комната, уборку осуществляет персонал пансионата, стирку полностью обеспечивает административная прачечная. Ежедневно для гостей организуют экскурсионную и культурную программу, чтобы хоть как-то помочь отвлечься от большой беды, которая сегодня вынудила их бежать из родных мест. Эти женщины, несмотря на страх за близких и перенесенные лишения, не теряют главного – веру в то, что все обязательно будет хорошо, и скоро они вернутся на родину.